Он едва не погиб из-за детской шалости. После падения с 5-метровой высоты врачам удалось спасти жизнь 9-летнего Игоря из Торецка. Но установить диагноз медики не могли две недели. В городе не было нужного оборудования. А ребенку становилось все хуже. Как спасали школьника? Смотрите в сюжете. Возле многоэтажных домов Игорю становится не по себе. Мальчика пугает высота. Несколько месяцев назад с ним случилась трагедия. Вот примерно все такое высота ябл. И я сейчас боюсь высоты. Все произошло в Торецке, где живет семья. В прифронтовом городе много опустевших зданий. Игорь с братом играли в одном из таких. Упал с высоты 5 метров. Я сходил скинуть большую плиту. И она меня за кофту зацепила. Я вместе с ней лечу, мне с головой. Я поднялся, я подумал, что я стесался руки, ноги там. А потом смотрю, с головы кровь капает. Ребенка доставили в районную больницу. Там обработали и зашили рану. Но Игорю становилось хуже. Там ужас, ужас. Там так вообще как будто как вот висело все. Череп было видно. На неделю он был лежачий. В той больнице. Необходимого оборудования для обследования головного мозга в Торецке нет. Только спустя две недели в Константиновке мальчику сделали компьютерную томографию. Врачи обнаружили гематому. Понадобилась срочная операция. Гематома больших размеров, который давит на головной мозг. Это угроза, во-первых, эпилепсии, угроза, что может развиваться параличи, порезы, изменения психики. За спасение школьника взялись в научно-исследовательском институте травматологии Лимана. Удалили гематому и поставили титановую пластину. Но оплатить расходные материалы и медикаменты семье Вовка казалось не по силам. Обратились в гуманитарный штаб Рината Ахметова. Системную поддержку мирным жителям Донбасса штаб Ахметова оказывает с начала боевых действий. Адресную помощь на лечение и проведение операций получили уже более 8700 человек. Половина из них дети. Материнское спасибо от всей души. Действительно спасибо ему, что помог медикаментами. Сами бы я не знаю, как мы тянули бы. Потому что с нашим, тем более, городом работы практически нет. И это самые постоянные швоенные действия. Каждый день Игорь отправляет своим родным СМС. Мальчик с нетерпением ждет, когда врачи снимут швы и выпишут его домой. Я мечтаю попасть домой.